Это программа новости здесь. Расскажем о наиболее интересных событиях в жизни Новосибирска и соседних регионов. В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска коротко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирцы потребовали передать дело убитой школьнице Карины Залесовой в следственный отдел по расследованию особо важных дел. Минувшую субботу люди вышли на митинг, чтобы напомнить о преступлении общественности и властям. Они возмущены тем, что подозреваемому назначили уже третью психиатрическую экспертизу. Первые две результатов не дали. Многие пришли на митинг не с плакатами, а с цветами. Их возложили к портрету девушки. Напомню, в конце августа стало известно о ее убийстве в Первомайском районе. По подозрению в совершении преступления задержали бывшего одноклассника Карины. Полгода спустя подросток ждет уже третья психиатрическая экспертиза. На самом деле, чтобы сербского не вынес диагноз, это вообще прецедент. Бездоказательно говорить неправильно, но на самом деле вся цепочка событий просто приводит к тому, что идет затягивание дела. С какой целью затягивается? Может быть, чтобы снизить накал общественного мнения. Совсем немноголюдный митинг прошел в минувшую субботу и в Москве. Жители столицы также недоумевают, почему специалистам института имени сербского понадобилась еще одна экспертиза и требует справедливого расследования. Почему нужно было его везти туда, обратно и тянуть время, и тянуть так далее, и так далее, и так далее. И неужели, что за полтора месяца сербский не понял, что нужно им еще дополнительные материалы и почему им срочно их не выслали. К другим темам. Новосибирские инвалиды не могут подъехать ко входу в бюро медико-социальной экспертизы. Въезд во двор преграждает шлагбаум, за который пускают только автомобили арендаторов здания. А вот люди на костылях в инвалидных креслах вынуждены с трудом преодолевать 200 метров до входа по скользкой дороге. Кто и на каком основании установил заграждение и насколько это законно, выясняла Лидия Захарова. Маленькими шагами, держась за внучку, 200 метров до входа в здание Тамара Трофимовна преодолевает с большим трудом. Надеялись, что смогут доехать до самого крыльца, но на въезде во двор путь преградил шлагбаум. За него машину не пустили. Объяснили ситуацию, что нам нужно проехать, везем бабушку, которая практически неходячая. Бросили трубку, сказали для служебных машин, это все. Более настойчивые пытаются вести переговоры с невидимыми охранниками. У нас инвалид, я же вам говорю, а бесполезно. Ну все, я так же привез бабушку, не пустили. Тут ни машин нигде поставить, ничего. Бабушка по квартире еле ходит. Это издевательство просто. Вот сейчас вот одну бабулю, она еле-еле-еле, как она ее вела, как они спускаться будут здесь, я вообще не представляю. Каждый инвалид хотя бы раз в год приезжает в бюро социально-медицинской экспертизы. Подтвердить инвалидность, получить медицинские назначения. В Новосибирской области только тех, кто передвигается на коляске, больше двух тысяч. Можно здесь представить, что 2200 человек не могут просто попасть в федеральную службу, они не могут получить социальную услугу. То, что должно предоставить нам наше государство. Понятно, что то, что сейчас, ну я не знаю, даже беспределом назвать невозможно. Установил шлагбаум собственник соседнего здания. Пускают только машины арендаторов. Мною были предприняты попытки переговорить с собственником этой территории, который контролирует работу шлагбаума. К сожалению, он на мои неоднократные обращения не выходит на контакт. Разговаривать с нашей съемочной группой охранники тоже отказались. Телефон в приемной не отвечает. Врачи уже обращались и в мэрию, и в прокуратуру. Между тем, постановлением мэрии на этот земельный участок наложен статус так называемого публичного сервитута. Это значит, что по закону пользоваться этой дорогой имеет право любой гражданин. Следить за соблюдением этого постановления должен департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Однако пока добиться соблюдения закона муниципалитети не могут. В ответ на наш запрос в мэрии сообщили, сейчас готовят иск в суд. Будут добиваться, чтобы шлагбаум снесли. Сколько продлится это разбирательство неизвестно. Но уже сейчас понятно, что до конца транспортную проблему здесь это не решит. У здания экспертизы нужна и парковка, и оборудованный тротуар. Лидия Захарова, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск. Мы будем следить за развитием ситуации. Транспортная прокуратура потребовала осветить высотные здания Новосибирска, потенциально опасные для движения самолетов. Несколько строительных и управляющих компаний уже получили представление оснастить многоэтажные дома специальными фонарями, чтобы пилоты могли ориентироваться по ним в ночном небе или в условиях плохой видимости. Кроме того, выяснилось, что компании и застройщики не согласовали строительство высоток с собственниками аэродромов Толмачева и Ельцовка, как того требует действующее законодательство. О возведении любого здания выше 45 метров в первую очередь должно быть известно авиадиспетчерам, которые прокладывают маршруты взлета и посадки с учетом высоты зданий. Однако новосибирские застройщики в большинстве случаев это положение почему-то игнорируют. Подано порядка 20 исков об обязании устранить нарушение законодательства. По санкции части 6 статьи 11.3 предусмотрены штрафы для юридических лиц от 10 до 30 тысяч рублей. По части 2 статьи 11.4 санкции гораздо жестче и составляют порядка 500 тысяч рублей в отношении юридического лица в случае несогласования строительства с собственниками-операторами аэродромов. Бывший исполняющий обязанности мэра Берцка Андрей Михайлов до сих пор не покинул администрацию города. Как сообщает одно из местных интернет-изданий «Курьер Среда», временный городоначальник сразу после поражения на выборах еще в ноябре прошлого года ушел в долгосрочный отпуск, а когда его срок истек оформил больничный. Такой статус не позволяет уволить экс-чиновника. Напомню, нового мэра Берцка впервые выбирали депутаты горсовета из кандидатов, предложенных специальной комиссией. Такой порядок действует для всех городов области, кроме Новосибирска и Кольцова. Между тем, областные власти готовы вернуть прямые всенародные выборы глав муниципальных образований. Региональное правительство одобрило соответствующий законопроект. Если его поддержат в законодательном собрании области, то местным депутатам достаточно будет изменить уставы своих городов и поселений. Это касается не только райцентров и крупных населенных пунктов, таких как Берцк, Искитим или Обь, но и более мелких. А вот для районов области решено оставить новую модель избрания глав через конкурсную комиссию. Оставайтесь с нами и увидите во второй части программы. Барьер для вируса ЗИКа. Санитарная служба усиливает контроль на воздушной границе. Школа на дому. Можно ли получить качественное образование, не выходя из квартиры? Опасное увлечение. Почему туристы стали чаще травмироваться на горнолыжных курортах? Специалисты Новосибирского научного центра «Вектор» будут исследовать лихорадку ЗИКа. Ученым поручено оказывать помощь при выявлении случаев заболевания, похожих по симптомам на опасный вирус, а также проводить лабораторные исследования. Тем временем в аэропортах Новосибирска и Омска в круглосуточном режиме проводят мониторинг всех авиарейсов, прибывающих из потенциально неблагополучных стран, в том числе из Таиланда. Вирус распространен в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Лекарства от лихорадки пока нет. Она не смертельна, но в первую очередь осторожными нужно быть беременным женщинам. Вирус опасен для эмбрионов. Впрочем, специалисты не склонны преувеличивать остроту проблемы. У нас проводится санитарно-карантинный контроль. Лихорадка ЗИКа переносится комарами определенного вида. И у нас нет распространения. То на территории Российской Федерации, в том числе и в Омской области, развитие местных случаев данной инфекции невозможно. В школах страны сегодня началась запись детей в первые классы. Документы пока принимают только у тех, кто живет на закрепленной за учебным заведением территории. Тем, кто хочет попасть в определенную гимназию или лицей, но прописан на другом микроучастке, придется подождать. По правилам их должны зачислять только если остаются свободные места. На какие ухищрения готовы родители, чтобы все-таки записать ребенка в престижную школу? Расскажет Светлана Шуваева. В одном из спальных районов Новокузнецка родители сегодня устроили круглосуточное дежурство, чтобы подать заявление в школу. Смены по два часа. Тетрадку со списком очередников охраняют как великую ценность. Без очереди попасть никому не удастся. Это наша школа, в которую должен мой ребенок ходить. Но так как ребятишек очень много у нас на районе, поэтому не факт, что мы попадем в эту школу именно. А сколько привернут человек на место здесь? Я не знаю, но человек 10-то точно есть. Вот мы дежурим, караулем списки, чтобы мой ребенок попал в первый класс. В Новосибирске еще четыре года назад очередь в престижные школы тоже занимали с вечера. В 12-й гимназии вспоминают, четыре первых класса полностью комплектовали за два часа. Но правила изменили, теперь приоритет у тех, кто прописан на микроучастке. Остальные смогут подать заявление только 1 июля. Всем, кто относится к гимназии, мест должно хватить. Потому в приемной директора тишина. Сегодня подали всего четыре заявления. У нас сюда очень хотят знакомые попасть, но они всеми правдами-неправдами пытаются, но, к сожалению, ничего не получается. А мы нет, мы рассматривали только гимназию. Но у нас еще школа по прописке есть. Но нет, хочется как бы хорошее образование ребенка. Хотели как лучше предоставить всем детям равные условия. Но теперь попасть в престижную школу, если не повезло, жить рядом с ней практически невозможно. В 12-й гимназии сейчас нет свободных мест с 1-го по 11-й класс. К тому же при такой системе без отбора средний уровень учеников неизбежно становится ниже. Учителя опасаются, что гимназии и лицеи скоро ничем не будут отличаться от обычных школ. На самом деле мы ведем мониторинг, как наши дети учатся. И проблема в том, что микроучасток у нас слабее, нежели те дети, которые приходят к нам в других микроучастках. И это, наверное, связано прежде всего с тем, что микроучасток, у них психология такая. Вы все равно нас возьмете и вы обязаны нас учить. Те, кто все-таки хочет попасть в школу не по месту регистрации, вынуждены идти на различные хитрости. Дом, стоящий совсем рядом с Омской школой номер 24, оказался приписан к другому микроучастку. Детям, живущим здесь, придется ходить в другое учебное заведение. Оно гораздо дальше и путь в ту школу проходит через оживленную дорогу. Раньше, чем 1 июля, мы не примем ни одного человека, не проживающего на микроучастке. Насколько серьезная ситуация в нашем учреждении, вы понимаете. Поэтому мы рисковать тоже не имеем никакого права. Даже войдя в ваше положение, прокуратура в наше положение входить из них. В итоге часть родителей за 15-20 тысяч рублей оформили временную прописку по нужному адресу. В Томске фальшивая регистрация тоже пользуется спросом. Накануне февральской кампании по зачислению в школы в миграционной службе заметный ажиотаж. Количество регистраций детей по месту жительства выросло в 10 раз. Действительно ли живет ребенок там, где прописан, никто не проверяет. Мы не правоохранительные органы. Мы записываем в школу ребятишек по предоставленным родителями пакету документов. Даже если правда потом откроется, это ничего не изменит. Отчислить ребенка можно только если родители напишут заявление. Светлана Шуваева, Константин Стремоусов, Егор Филатов. Новости здесь, Новосибирск. Некоторых родителей проблема выбора школы вообще не беспокоит. Для своих детей они считают лучшим образованием так называемое семейное обучение. Такая форма становится все популярнее. В чем ее преимущество и можно ли организовать небольшой школьный класс прямо на дому? Об этом в материале наших омских коллег. Вместо шумного класса своя комната, вместо учителя виртуальный педагог. А в остальном урок у 15-летнего Антона проходит так же, как в школе. Нет такого, что совсем расслабуха, что вот ты теперь не ходишь в школу и что вообще все классно. То есть, ну, тоже тратишь так же времени на уроки. Из-за того, что концентрировано, возможно, даже сложнее, чем на уроке. Антон учился в обычной школе, но пришлось уйти из-за пропусков. У семьи свой ансамбль. Приходится часто ездить на гастроли. Решение подсказал директор школы. Озвучил, что вот есть такие определенные поправки к закону об образовании. И прямо он рассказал о том, что есть такая форма обучения, как семейное обучение. Вот. И мы как-то так сразу поняли, что это наша тема. Он в первую очередь, конечно, должен подать уведомление в администрацию города Омска в департамент образования о том, что он выбрал для своего ребенка семейную форму получения образования. Ну и определиться с тем, когда и где он будет в дальнейшем зачислять своего ребенка для прохождения промежуточной аттестации. При условии положительной сдачи всех аттестаций, он ему назначается денежная компенсация. Зависит она от часов обучения. Правда, оплачивают их по школьному тарифу. Репетиторы, конечно, обойдутся подороже. Ну а сама аттестация, говорит учитель Ольга Холодкова, обычно проходит удачно. Принимать ее у семейных учеников – одно удовольствие. Работая с данными детьми, общаясь с этими ребятишками, сказать, что они асоциальны, или у них как-то нарушена коммуникативность, ну то есть это даже наоборот. Мне иногда кажется, что может быть единственный минус, что ребятишкам не хватает этого общения. И вот это главная проблема. Анастасия Зацепина по образованию педагог-психолог. Решила учить дочь Арину самостоятельно. Школьный процесс девочка воспринимала болезненно. Но оказалось, что уроки дома не так просто. Дом, младшая сестра, мультики, какие-то дела. И вот она расхолаживается. Я видела, что ей нужен социум. То есть, что ей сидеть одной дома – это очень скучно. Несмотря на то, что она практически каждый день ходила на секцию, ей нужен круг общения. Вот это было самое основное. И второй момент, что она меня слабо воспринимала как учителя. В итоге Анастасия выбрала оптимальный вариант – центр семейного образования. Там маленькая Арина нашла друзей. И показывает результаты не хуже сверстников из обычной школы. Сейчас в Омске больше 300 детей учатся дома по желанию родителей. В России таких учеников больше 100 тысяч. Специалисты говорят, возможно, их число вырастет. Главное, чтобы мамы и папы гнались не за денежным вознаграждением или амбициями, а действительно хотели дать ребенку все лучшее, что знают сами. Юлия Боброва, Айна Буксикова, Евгений Русенко, Антон Щетинин. Новости здесь, Омск. В Шерегеше в этом году планируют поставить новый рекорд по количеству туристов. По официальным данным, с начала сезона здесь уже отдохнули больше 100 тысяч человек. При этом растет и количество травмированных. За два с половиной месяца спасатели помогли почти трём сотням любителей активного отдыха. В прошлом году пострадавших было на 20% меньше. Такие данные приводят в Кемеровском агентстве по защите населения и территорий. Основные причины травм – традиционное алкогольное опьянение, несоблюдение техники безопасности на склоне и переоценка своих возможностей. Отмечу, что в 2016-м в Шерегеше на горе Зеленая планируют построить новый пост спасателей, а в гостиничном городке – пожарную часть. И смотрите в заключительной части нашей программы. Племенных лошадей чуть не отправили на убой, кто подарил им вторую жизнь. Самый бодрящий и ароматный чемпионат, кто станет лучшим кофеваром Сибири. Этим экстремалам даже снег не нужен. Зачем сноубордисты ломают доски, а железные трубы? Энтузиасты из конного клуба «Кудряшовский» за пару месяцев спасли из-под ножа мясников несколько лошадей. В замоченных, грязных, голодных скакунах специалисты узнали чистокровных русских рысаков, практически потерянную для коневодства породу. Ольга Маховская расскажет подробнее. Любаша, будешь сахарочек? Не бойся, не бойся. Люба, Люба. Видите, она немножко еще шарахается от людей. Ни морковь, ни сахар Любаша в своей жизни не видела ни разу. В так называемом мясном табуне, откуда лошади забрали, рацион незамысловат. Вместо сена – солома, вместо воды – снег. Необычную черно-белую красавицу с голубыми глазами случайно заметили дачники. Пожалели. Сообщили в конный клуб. Подошли к мяснику, к хозяину, решили с ним поговорить. Но около часа мы уговаривали этого человека. То есть у него был такой принцип, что эта кобыла должна как минимум два приплода ему принести и после этого уйти на мясо. Уйти под нож Любаши не дали. Кобылу и еще одну травмированную лошадь выкупили у бизнесмена по цене мясокомбината. И только в клубной конюшне поняли – животное благородных кровей. Русский рысак – практически бренд России, но сейчас находится на грани полного исчезновения. Спасти и сохранить породу пытаются увлеченные люди. Вот, например, эту красавицу забрали с мясокомбината. По паспорту – чистокровная рысачка. Графиня Фарада желала в отнюдь не в царских условиях. И сейчас заново пытается поверить людям. Возьми сахарок. Она ходила по рукам. Когда-то эта лошадь и на ипподроме бегала. Но у рысаков век короткий, спортивный. Соответственно, потом лошадь идет уже по рукам. Кто-то берет для того, чтобы жеребят от них получать. Кто-то берет просто для души. Не нужна остановиться – вот, пожалуйста, лошадь на мясо. Фарада полгода без движения стояла в сыром сарае. Но кобылы начали гнить копыта. Мы даже, на самом деле, когда ее везли, она в коневозе сразу просто взяла и легла. У лошади не было такой возможности. Она опилок вообще не видела. Нам пришлось останавливать, поднимать ее. То есть… Измученная. Измученная, да. Все такая вот забитая, зашуганная. Она хлыста очень сильно боялась. Скорее всего, лошадь били хорошо. Руку поднимаешь – все, она уже… Сейчас жизни всех спасенных лошадей ничего не угрожает. О них заботятся ветеринары. Хождение по мукам позади, уверяют в клубе. Впереди работа в манеже. Между тем, чистокровных русских рысаков скоро можно будет заносить в красную книгу. Государственная селекционная работа в упадке. Сохранить породу пытаются лишь энтузиасты. Они будут рады любой помощи. Телефон конно-спортивного клуба вы видите сейчас на экране. Ольга Маховская, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск. Сибирский чемпионат «Бориста» проходит в Томске. Два дня будут соревноваться без малого 50 кофейных дел мастеров. Любой зритель может не только посмотреть на работу профессионалов, но и попробовать настоящий качественный кофе. На фестивале кофеваров побывала Надежда Самолова. Технически правильно приготовить эспрессо и латы, попасть во вкус, создать оригинальный авторский напиток. На чемпионате у «Бориста» всего 15 минут на 12 чашек кофе. Самое интересное выступление, как правило, когда готовятся все ингредиенты, формируются на столе, перед нами все это смешивается, мы получаем напиток, который великолепно сочетает все, в том числе кофе в первую очередь. Основной ингредиент для своего авторского напитка Анна Белоусова приготовила заранее. В компот из чернослива и кураги добавила немного изюма. Она считает, что именно эти компоненты должны подчеркнуть вкус выбранного ею сорта «Ява». Я просматривала очень много выступлений других участников, смотрела вообще, зачем и как делается авторский, почему выбираются определенные ингредиенты и решила, что это довольно-таки доступно, просто и может сделать почти каждый. За каждой чашкой правильного, как здесь говорят, кофе, стоят опыт и индивидуальность бариста. И подобные конкурсы помогают по-иному взглянуть на кофейную культуру. Для проведения чемпионата организаторы выбрали большой торговый центр не просто так. Каждый, даже случайный посетитель здесь может поближе посмотреть на поэтапный процесс приготовления кофейных напитков. Многие гости, даже на моей памяти есть такие, которые вообще не пили кофе, а теперь пьют только эспрессо или альтернативный метод приготовления, который тоже это черный кофе, очень интересный, со своими такими вкусовыми дескрипторами, очень яркими. В сибирском чемпионате принимают участие почти полсотни бариста из Томска, Новосибирска, Омска, Кемерово и Красноярска. Лучшие в марте поедут представлять Сибирь уже в Москве, а победитель российского чемпионата поборется за звание лучшего бариста мира в Дублине. Надежда Самолова, Павел Милицын. Новости здесь. Томск. Сноубордисты, которым, вопреки названию, не нужен снег. В Новосибирске состоялись соревнования в неофициальной сноубордической дисциплине джибинг. Это когда катаются не по склону, а по металлическим перилам. Они собрали 40 участников из нескольких городов, обещали яркое шоу трюков, но в итоге получился калейдоскоп разнообразных падений. Мария Черешнева продолжит тему. У сноубординга из десяток дисциплин, они еще делятся на разные направления, но вот джибинг – это довольно странный спорт, потому что, по большому счету, здесь даже снег не нужен. Катаются по перилам, лестницам, прочим, конструкциям. А главное – это дисциплина неофициальная, то есть нет ни четких правил, ни критериев, и непонятно, как оценивать участников. Устоял на ногах – уже молодец, но судьи оценивают три составляющих – стиль, стабильность и технику, разумеется. Стиль – это как ты плавно, как ты уверенно, как ты красиво делаешь трюки. То есть, если ты мачешь руками – это не стиль, если ты делаешь все плавно, уверенно – это стильно. Но стабильность, как бы, нужно не падать, нужно делать разнообразные трюки, нужно постоянно приземляться. Но если запрыгнуть на перила здесь может любой, то приземляться получается не у всех. Ни себя не жалеют ни сноуборды. В джибинге доска редко доживает до конца сезона. Она же называется сноуборд. Стало быть, снежная доска. Неужели ее не жалко вот так вот по перилам по лестнице? Конечно, нет. Она сделана для этого. Просто кататься по склонам неинтересно. Неинтересно? Нет. Поэтому и созданы специальные скользники под них, специальные мази. То есть, все делается по технологиям специальным. И они спокойно выдерживают это все. Тогда получается, что можно и по лестнице в подъезде точно так же кататься. Зачем идти на гору и мерзнуть? Не, не получится. Там асфальт. На снег падает мягко. Снега нужно совсем чуть-чуть для разгона и для приземления и все. Бережно к спортинвентарю относятся единицы. Это мой товарищ. И она мне помогает удержаться на периле. И на снегу тоже. Это и понятно. В среднем сноуборд стоит около 30 тысяч рублей. Впрочем, эти спортсмены предпочитают доски БУ. Здесь это расходный материал. Джибинг – самая экономная дисциплина. Дистанция короткая. Не надо тратиться на подъемник. И уж тем более на дорогие горнолыжные курорты. Склон Нагорской в самый раз. Зато у тех, кто занимается джибингом, есть неоспоримое преимущество перед другими сноубордистами. Вот придет весна, растает снег, а они по-прежнему смогут кататься. Мария Черешнева, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск. Сибиряки просят российского космонавта Сергея Волкова сфотографировать их города с околоземной орбиты. Космонавт на своей страничке в одной из социальных сетей опубликовал несколько снимков ночных городов России и ближнего зарубежья. Фотографии набирают сотни лайков, репостов и комментариев. Многие пользователи предлагают запечатлеть и их малую родину. Это, к примеру, жители Барнаула, Кемерово, Томска, Омска, Красноярска, Новосибирска. Самые активные и настойчивые пока жители Тюмени. Чтобы успеть выполнить все заявки, Волкову нужно постараться по плану. 47-я экспедиция на МКС, в состав которой он входит, завершит работу на орбите ровно через месяц. Извершение выпуска о погоде на завтра в городах Сибири. В Томске, где соревнуются лучшие кофевары Сибири, ясно и минус 9-11 градусов. В Кузбассе, где туристы стали чаще получать травмы на горнолыжных спусках, облачность преимущественно без осадков минус 10-12. В Омске, где у пассажиров аэропорта ищут симптомы лихорадки ЗИКа, пасмурно без осадков 10-12 градусов мороза. В Новосибирске, где транспортная прокуратура требует сделать высотные здания заметнее для самолетов, облачно с прояснениями без осадков минус 6-8 градусов. Здесь, в Новосибирске, на 49-м канале. Всего доброго.